11 сентября выдался на редкий жаркий день. В стеклянном небе плавилось солнце и душно было даже в лесу. В этот чудесный день в качестве начальника караула я принимал донесения с постов об обстановке в районах обзора и докладывал почасовую оперсводку в штаб-палатку. Помню, дежурные по пищеблоку нагрузились продуктами, разносили сухие пайки по постам, и я направился вместе с ними проверить караулы. До берега ведь рукой подать, и уже минут через 15 мы были в расположении караула. Левый берег густо порос высокими раскидистыми ивами и кустарниками лозняка. И вот тут мы увидели, как в затоке Днепра тот окопошится, и вскоре из зарослей, облепленной рязкой и водорослями, показался Инцелевич. Мы же приблизились к посту, после чего старший по караулу доложил, что в районе обзора горизонт чист. И тогда мы с Анатолием прилегли под вербой отдохнуть. В этот момент из добротно замаскированной караульной ямы вели наблюдение четыре партизана, двое из которых сейчас отдыхали. А вот Дурносов и Калинин, не выпуская из рук биноклей со светофильтрами, шарили по Днепру. Инцелевич тем временем, разложив тельняшку и брюки, чтобы их просушить на солнце, попросил у меня бин для перевязки и кровоточащего колена. Ну а я, порывшись с сумки, подал ему санпакет. «Где ты тебя так угораздило?» – поинтересовался у него я. «Доремонтировал поперечные стяжки на плоту, которые лопнули при переправе. Хорошо еще, что заметили вовремя». «Ну и как дела? Наладил?» «Да, мы с Михеевым все наилучшим образом сделали. Без топоров управились, стучать-то было нельзя». «Мы с Алешкой оплели каждое бревно шестимиллиметровой проволокой в три раза, а потом рычагами стянули палубу. Получилось на все сто». Похвастался Анатолий. «Теперь грузи баржу, хоть десяток пушек выдержит». Инцелевич управился с коленом и растянулся на траве. Я же лежал рядом и глядел в красивое голубое небо. Вокруг было тихо и мирно. Казалось, что никакой войны вокруг не существует, и это все только сон. Тело мое наливалось ленивой истомой, и я незаметно задремал. Проснулся же я от внезапного толчка Инцелевича. Профессиональный слух мэрика уловил рог от моторов, и тут же с поста прибежал Амфитов и доложил. «Слева, со стороны Канева, вверх по течению плывет немецкая флотилия. А сколько там суден?» «Спросил Инцелевич». «Еще не видно, но, судя по голу, их много». С нижнего поста тут же появился и по-русски, и подтвердил то же самое. «Что бы им делать?» спросил я Анатолий. «Да не торопись, Сашко. В доме тогда мы спрятались в укрытии и стали ждать». Инцелевич был всегда собран и отличался серьезным и рассудительным характером. Разговаривал без излишеств, а прежде чем что-либо решить, обдумывал со всех сторон. Это был человек дела, смелый и решительный в боях. Кроме этого, он был искренний и бескорыстный в дружбе. Недаром же командование соединения доверило ему руководство партизанским флотом. Теперь Инцелевич терпеливо щупал биноклем гладь реки, оглядывая каждый островок и кустик. «Слева вижу два катера, идут курсом вверх», – доложил Анатолий. «Они уже в районе Бучака». Рокот моторов усилился, а показавшиеся катера на скорости неслись против течения, придерживаясь правого берега. Посреди реки тянулась песчаная коса островок, поросшая густым кустарником и вняком, и вот за этой самой косой катера и пропали из виду. Но вот они снова вынырнули, и тут мы уже смогли подсчитать, что в каждом боте сидело по 25-30 человек. На переднем размещалось высшее саперно-инженерное начальство, а катера эти самые были выражены четырьмя пулеметами МГ. Когда же флотилия скрылась за Букринской излучиной, Инцелевич, улыбаясь, обратился ко мне. «Ну что, атакуем?» «Кого?» – рассердился я. «Проворонили немчиков, голой рукой же можно было их взять». «Да не горячись, Санька. Через час-другой катера снова возвращаться будут назад, так вот тогда мы их прихлопнем. Точно тебе говорю, вернутся они». Но вот тут возникал один вопрос. Потому как силами постов прихлопнуть вражеские катера я не имел никакого права, не согласовав это с командованием. Поэтому, не теряя времени, я поспешил в штаб, а Анатолий, разгадав мои планы, направился в Затон готовить к бою свой быстроходный швербот. Тогда перспектива пополнить партизанский флот двумя новыми судами и разгромить полсотни фашистов была очень заманчивой. Помню, я вбежал в палатку, где находился примак Нагайцев и Ламака, и мое сообщение несколько озадачил командиров. Комиссар тут же предложил собрать совет соединения, а я же начальник штаба соединения Нагайцев настаивали принять решение немедленно. Ведь время не ждет, и с минуты на минуту фашисты могут возвратиться на базу. Вошедший командир отряда Николай Попов тоже выразил сомнение. «Сейчас связываться в бой на Днепре крайне опасно. Только день соединения обживается на новом месте, и демаскировать наше присутствие было бы нецелесообразным. Я тогда страшно обозлился на Николая, и с языка моего чуть не сорвалась дерзость. Но тут поднялся примак и прекратил нашепрение. «Друзья мои, мы все знаем постановление ЦК КПБУ о своей партизанской миссии. Мы ведь не отсиживаться здесь должны и действовать. Верно, товарищи?» Иван Кузьмич повернулся он к Нагайцеву и распорядился. «Обеспечьте операцию всем надлежащим образом. Я взял отделение партизана своего отряда, а Федор Тютюник взял своих. А уже через полчаса мы лежали в укрытиях. Тогда мы распределили свои силы следующим образом. Левее по ставку в Старниках расположились 15 бойцов третьего отряда. А ниже метров 500 для перехвата противника замаскировались партизаны Федора Тютюника. Посреди неживусти Затона стоял на готове укрытый зарослями моторный шлюп Винцелевича. Время шло за полдень, а вокруг не шороха. Днепр тих и спокоен, будто бы застыл извилистой расплавленной лентой, и только внизу всего в пяти километрах от засада на песчаном берегу лепетал нежным и ласковым шуршанием прибоя. На холмах правого берега виднелись белые хаты села Григоровка. К тому времени глаза мои устали от напряжения, и я отдал бинокль пулеметчику Андрею Милинтенкову. А когда время перевалило за 4 часа, наконец послышался шум моторов. Без команды не стрелять, передал по цепи я. Из-за Зарубинского выступа показались катера, и теперь они шли не торопясь посередине реки. Но что это? Моторы вдруг стихли, и катера медленно поплыли по течению. Головной тем временем подрулил к берегу прямо на засаду народных мстителей, а другой причалил к оси острова. Фашисты сами того не ведая попали в нашу ловушку. Момент для партизан оказался исключительный. Катера тем временем воткнулись в песчаный берег, и фашисты с голдением выскочили на песок. А вот у Милинтиева в этот момент явно не выдержали нервы. «Шарахнуть сейчас, что ли?» – прошептал он. «Ни в коем случае запретил я. Ударим тогда, когда фрицы будут на берегу. Да и шлюх жалко портить. Он исправный, нам пригодится». Затаенным дыханием мы наблюдали за гитлеровцами. Они, оставив оружие в лодке, высыпали на пляжик и, усевшись на песок, стали раздеваться. Фашисты предвкушали удовольствие освежиться в Днепре. Их было 25. Я тогда отчетливо видел их лица, волосы и очки, но вот один повернулся, его физиономия показалась мне знакомой. Ну а дальше, порывшись в своей памяти, я вспомнил, что он как две капли воды похож на стрелявшего в меня следователя гестапо. И дальше уже терпеть не было мучи. «Огонь!» – скомандовал я. Трое вражеских саперов метнулись было катеру к своему оружию, однако добежать не успели. Мелентинков ударил бронебойно-зажигателями по острову и поджег второй катер. Тут же взорвался бензобак, после чего столб огня и дыма взлетнулся в небо. На судне вспыхнул пожар. Фашисты же бросили всплывающие моторки в воду и в лозняке стали окапываться. Горящий же катер отчаял от берега и подхваченный течением поплыл к бучику. Черным дым шлейфом пополз по реке. В этот момент Инцелевич скомандовал полный вперед, и вошь в арбург вылетел из затона. Адмирал во весь рост стоял на мостике в тельняшке-фуражке с крабом, лицо его было сурово и излучало счастье. Ну а фашисты тут же открыли ураганный огонь по партизанскому судну, и тут же стая пуль прожужжала над капитанским мостиком, но катер не сбыл ухода. И тут же в ответ им с левого фланга ошалелось застучал пулемет прикрытия группы Тютюника. После чего над берегом острова каруселью закружил смерч песчаной пыли. Ну а дальше фашисты захлебнулись и прижались к земле. Более 30 автоматов собрали народные мстители вдоль берега реки и на самой косе. Кроме этого был ворох обмундирования и другого имущества. Также партизанский флот пополнился тогда еще одним новеньким боевым судном. Но удача, как оказалось, была в другом. В сейфе вражеского катера я обнаружил два красных планшета, и в одном из них под целлоидной пленкой оказалась инженерная карта с планом оборонительных сооружений правого берега Днепра от Канева до Киева. И вот таким образом Чапаевцами была проведена еще одна операция, значение которой трудно ценить. Сами того не ведая, мы разгромили фашистскую инженерную бригаду, инспектировавшую Крепрайон, и это была одна из лучших операций по уничтожению фашистов. Причем проведенная с настоящим партизанским искусством на берегах Днепра в сентябре 43-го года. Друзья, не забываем оценивать видео и оставляем свои комментарии. Кроме этого, проходим на канал и смотрим другие выпуски, которые вы не видели, которые, возможно, вам будут интересны. Ну и также не забываем подписываться на мои группы в соцсетях, канал на Яндексе, Рутубе и Телеграме, для того, чтобы мы с вами не потеряли друг друга. На этом же выпуск подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, за поддержку канала. Всем удачи и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!